Ну что, поехали дальше, да? А я еще к ней не повезел. Что, у меня немножко убрали звук? Нет? Нормально. Так, сразу, да, ну тут весь серьезный песни, начну с чего-либо другого. Деревянные города. Одна из серии этого фильма, так называется. Деревянные города. Много лет назад мне пришлось прожить и проработать пару лет в городе посредственного дерева в Игарке. И там было написано в далеком пятьдесят девятом году такая песня. Покрыто льдом, зеленая вода, летят на юг, перекликались птицы. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половинцы. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половинцы. Над крышами картофельный дыбок, висят на окнах семья метели. Здесь для меня дровонарубленная фронт. Здесь для меня дровонарубленная фронт. Здесь для меня дровонарубленная фронт. Их городок асфальтовый страх. Моих товарищей бездержки в голосах. Их городок асфальтовый страх. В тех странах потемричья весна. Плывет светок замысловатый замок. Но мне ни разу не привидится во снах. Туманный запад, неверный, да не запад. Но мне ни разу не привидится во снах. Туманный запад, неверный, да не запад. Никто меня не вспоминает там. Моих вдове совсем другое снится. А я иду по деревянным городам, Где мостовые скрипят, как половизы. Это совершенно гениальная актерская работа своего любимого Михаила Ульянова. Играющего генерала Черноту. Я словно, как давным-давно и написал романс для этого генерала. Какой-то в Питере должен представить «Бег» по Михаилу Канасьевичу Булгакову. Спектакль состоялся, песня проездов в воздухе, и тем не менее в нашем фильме она звучит на фоне как раз того же Ульянова фрагмента Северного века. Как медь у белых петь В монастыре далече, Ах, как пылала медь, Обняв крутые плечи, Звенели трензелями. Звенели кони спором От белых стен Кремля до белых стен Кремля А Белых Столков Восфором Спек sigma дрензелями. Звенели кони спором От белых стен Кремля до белых стен Кремля Зачем вас ветер бед, Ознавший толк в уставе, Не в тот пошел я цвет. Намазь не ту поставил, Могил полной поля Витает синий порог, Меж белых стен крикает И белых скал восходом, Могил полной поля Витает синий порог, Меж белых стен крикает И белых скал восходом, Не лучше ли с чекой Мне было бы спознаться К родной земле щекой В последний раз прижаться, Встать звонок в ковре Витает синий порог, Меж белых стен крикает И белых скал восходом, Стать звонок в ковре Витает синий порог, Меж белых стен крикает Витает синий порог, Меж белых стен крикает Витает синий порог, Меж белых стен крикает В стихи сороковые и роковые Принадлежат первым замечательному поэту Авида Самойлова И песни у меня на Эльцехе нет А по-моему, она есть у меня писана Да? Аберговского Аберговского, да Так, прошу прощения Про сам Провненштерна Здесь написано В 63-м, да В 63-м году Да В связи с тем, что я там первые три года работал в Провненштерне написана песня «Курса Грузденштерна», и она сейчас стала культовой у них. На мой юбилей, который был, приезжал специально из команды «Курса Грузденштерна», я с капитаном, с этой песней. Там она выиграла на «Бедной дощечке», значит, на «Переборке висит». И я, пожилый, зачисленный, как почетный член экипажа, замечательного парацанника. Песня такая. Песня «Курса Грузденштерна» 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 Когда паруса уношена, Шумят от моей головы. На что нам дети? На что нам фермы? Зимная радость и не про нас. Все чем на свете живем, Теперь мы немного воздуха и приказ. Мы вышли в море, служить народу, Да нет уж что-то вокруг людей. Подводная лодка уходит в воду, Ищи ее, неизвестно где. Подводная лодка уходит в воду, Ищи ее, неизвестно где. Здесь круто живет, здесь тощи-прощи, Здесь даже в зиму стоит жара. И нету моря, и нету рощи, И нет ни вечера, ни утра. Над нами как над упавшим камнем, Круги расходятся в воде. Подводная лодка уходит в воду, Ищи ее, неизвестно где. Подводная лодка уходит в воду, Ищи ее, неизвестно где. Нам солнце на день дают в награде, И спирта снова ожог в воду, На журе ради снимают глядей, Усталость нашу в ночном порту. Одно на всех нам делить невзгоду, Одно на прапор отставать в воде. Подводная лодка уходит в воду, Ищи ее, неизвестно где. Подводная лодка уходит в воду, Ищи ее, неизвестно где. Одну одежду, как все одеты, Любовник, ни матери, ни жены. Мы обтекаем, как ракеты, И как ракеты устремлены. Но кто там хочет спасти природу, И детский свет, и весенний день? Подводная лодка уходит в воду, Ищи ее, неизвестно где. Подводная лодка уходит в воду, Ищи ее, неизвестно где. Подводная лодка уходит в воду, Ищи ее, неизвестно где. Подводная лодка уходит в воду, Ищи ее, неизвестно где. Ищи ее, неизвестно где. Подводная лодка уходит в воду, Ищи ее, неизвестно где. Подводная лодка уходит в воду, Ищи ее, неизвестно где. Страны гитарами сердца Позовут за садовый. Боя продолжается вновь на воде и на сужу. Самый последний и самый вечный зерневой. Боя продолжается снова за юную душу. Самый последний и самый вечный зерневой. Наша держава, как сутно, сбивается с груза, Приходящий, как прежде тревоженный. Вечный покой, морякан затонувшего курска, Вечный позор, над мир раном покинулся. Вечный покой, морякан затонувшего курска, Вечный позор, над мир раном покинулся. Вечный позор, над мир ранее, На пкалах и травах, в том, где подскудка уходит лето, Быстрые секунды, где лады, как галитомы. Есть непривычки легко идти. Терево благо, лягущего на тундрете, Птицы, пролетающие на тундрете, А левера, что бежит по тундре, Перегоняют пешим на пути. Если как-то, раз, разрушусь, утром забыл на час, О зеркале и тундрете, Я попросила рассказать о тундре, И риск ваги герой я нашел. Терево благо, плывущего на тундрете, Синься, пролетающего на тундрете, А левера, что бежит по тундре, Запросил бы я в город нашел. Потом покончить с этим трудным делом, Оставив место, Я романше, белым, без крошек, И закрасивая спину. Северно краска, радостная глаз, А после выбрав кисточку потоньше, И осторожно краску взяв на кончик, Я синим раскрасил колокольчик, И этим не закончится рассказ. Я попросил, готовящий трудно, Что мир устроен. Праздничный утро, Данес твой праздничный утро, Праздничный утро, Данес твой 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 праздничный утро, АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ибо, как писал мой любимый человек Вальт Анатсон, приключения в результате плохо организованной работы. У нас с этим было все в порядке. Вот, и, значит, у меня это поразило, и, значит, явно, моим именом, вот, я был, так сколько, в 55-м году, 22-го, еще был, так что, я же не был. Вот, ну, неважно. Тут присутствует замечательная дама, кстати, отвлекусь от крестных мыслей, профессор химии из Американского университета в Саудрик-Сити, там Марабонский штат, когда ее брали на работу, там, много лет назад, значит, она ученая мирового масштаба, и, так сказать, на самом деле, вот, но ее брали с ее собственным грантом, с деньгами, все, но сколько-то Марабоны, там, мораль, будь здоров. Значит, и они, значит, пьет экзамен, потому что ты не вещал. Я говорю, курися, придется броситься там, пьете, придется броситься. И дальше, вот, гениальный вопрос, гениальный ответ. Я говорю, Наташа, извиняйся. Вот, когда мы выходили замуж, вы были девушкой, она посрамила комиссию, скажем, что я помню, что. Ее взяли. Это гениальная женщина, у нее в презентации книги, я вам вспоминали, по сезарным советским писателям, еще и люблю книгу тоже, она всего тоже. Так, так вот, первая песня. Снова солнце зажгло ледники, Водопарни в тумане шулят, У стремительной горной реки Поисковый стоит наш отряд, И опять, как и в прежние дни, На рассвете прониклив кривом, На плечах закрепившей кривьи, Мы уходим тропинкой бегом, Снова солнце встает с утра, Нам пошел собираться пора. Разошелся туман в ворах, Нам пошел собираться пора. Ты сейчас обо мне позабудь, Не к тебе мой сегодняшний парус, Нам по солнцу встает с утра, Нам пошел собираться пора. Беспроста от утра до утра Под ущельем кружили морды, Мой товарищ разбился вчера, Оступившись у края на столы, Возвращаются письма назад, Телеграмма ушла в длиннадрад, Пусть тоску прогоняем мы прочь, Не легко нам уснуть в эту ночь, Снова солнца встает с утра, Нам пошел собираться пора. Те места, где он был вчера, Нам пошел собираться пора. Ты сейчас обо мне позабудь, Не к тебе мой сегодняшний парус, Нам по солнцу встает с утра, Нам пошел собираться пора. Но не время для грусти сейчас, Беспокойная ночь коротка, Пусть на смерть угрожала и раз, Пусть дорога вперед нелегка, То, что счастье другие зовут, Переменяет сегодняшний труд, И судьбом я отдам я свою, За тишевый домашний курю. Снова солнца встает с утра, Нам пошел собираться пора. Разошелся в туалет гора, Нам пошел собираться пора. Ты сейчас обо мне позовут, Не к тебе мой сегодняшний парус, Нам по солнцу встает с утра, Нам пошел собираться пора. Да, тоже такие необычные записки идут. На восток. В 72-й год перегон, Я участвовал в рейсе По перегоду судов по трассе Рынорского пути, Северо-Архангельского, Николая-Санамуре, Из 12 судов, Дошло 4, Останут были зажаты рельтами, Мне как себя везет, И меня повезло, Я был на одном из щеберевых лексов. Тем, что облетели в река Боря, У них такая обшивка, Как у Живулята, Не для ведомой обстановки. Вот. Но там есть целая глава, И тогда там написано несколько песен На борту этого судна. Там когда-то по этой трассе Возили, кстати, зэков тоже, На КЛМУ. Поэтому написана у меня была такая песня. А словно вороны чайки каркают, На пологе злою зимы, А за печорью море хорское Возле гусья, как пыры. Небо кружечку, Крюки пенную, Татараньки тонкий бог, А люди все нают, А птицы все нают, Она двинешь на восток. А люди все нают, А птицы все нают, Она двинешь на восток. Льдиновстречная, Глупо ступится, За железной стеной. А острова кругом, Как преступники, Земля склоны одной. Неча с Машкою, Влезду в сено я, Подобрав вам больше столь, А люди все нают, А птицы все нают, Она двинешь на восток. А люди все нают, А птицы все нают, Она двинешь на восток. Ох, и турниры, ох, и лаптины, И у нас же этот день. Море Карское, море лаптины, Послеку все камерыны. Не давайте мне всю вселенную, Дайте солнце на часок. Ай, ты вселенная, ай, ты вселенная, На ниже, на восток. Не давайте мне всю вселенную, Дайте мне поменьше срок. Ай, ты вселенная, а ты вселенная, На восток. Ай, ты вселенная, а ты вселенная, На восток. Записки сегодня обычно закончились, это не страшно, тем более, что там есть еще заявки, которые я не успел выполнить, в том числе, заявка в связи с этой песней, еще одна песня, на песнях подражания, песня заключенная, у нее довольно длинные интересные истории, буду ее рассказывать, тогда есть в фильме, и даже серия в этом сериале, «На материк», где подробно история этой песни рассказана, петель споем. ПЕСНЯ 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 Петровского флота. Обычно приходится рассказывать, это значит 70 какой-то год, когда должны были отмечать 30-летие со дня рождения Петра Великого, еще в советское время, и на этом фильме был санаряжен фильм о Петре Ферман. Серьезный фильм. Мне заказали песню к этому фильму, песню о строителе Петровского флота. Я вам об этом рассказывал историю, я вызвал главный режиссер, это значит так. «Пусть синевы, начало 18 века, закатана штук топора, народ строит флот». Ты должен написать мне песню о строителе русского флота, то есть русскую народную песню, начало 18 века. Но в этой песне должна быть информация, которая мне нужна по фильму, например, за кадром. Значит, запиши, а то забудешь. Первое, что надо отразить – технологию строительства парусных флотов. Песня «Технология», народная. Второе, он меня так глянул, да говорит критически. Как ты помнишь, строили православные мужики, они мусорванируют тебя. Это должно быть что-то мягкое, но положительное. Пиши, как советские времена были запрещены все это. Потом уже бывшие стереоткомынки для песни, креста сейчас на Веселина, значит, вон это. Вот. Третье, самое личное основное. Тяжкий гнёт крепостничек, нужно найти отражение, но все его не приграли. Четвёртое, самое главное. Я твою песню послушал, я думаю, ты не справишься. Песня у тебя какие-то унылые, эти интеллигентства, вот это всё не пойдёт. Песня «Бхихая», «Озорная», «Хулиганская», «Шевастер», там ясно, что он самый настоящий, живой мужики 18 веки, а не богатый, интеллигент 20 веки. Но, сквозь всё, отзывай хулиганство, на полном серьёзе, должны просматриваться на задание самосознания и гордость народа. В первых кривых годах, русские простые, понял, да? Чуть не забыл, война со Швейцей была, я забыть отразить. Я ушёл в полном погасе, потому что фигурал, что песня жаль короткая, а тут никакой пекабайт не хватит, чтобы все это отразить. Но я человек послушал, что я вроде, так сказать, постарался всё сделать, а песню потом запретили, потому что фильм не пошёл. Но в 96-м году это разведка русской флоты, меня вызывает вооруженный критер, и вокруг киноконцерта в зале «Октябрьский» на Риговке, на 4-3 тысячи мест, переполненном, идёт заключительный вечер. Первый, значит, наступает премьер Хайбл Черномырдин, второй наш тогдашний губернатор, по-моему, уже нет, приводил не Собчак. Третий главкоп из Громов, адмирал, четвёртый выпихивает билеты. Юмор-ситуация. За 300 лет я разозлился автор русской народной песни, причём астралиста русского флота. А дальше происходит следующее. Вот тут есть вот артист, там есть, моряк покрепче уже в условии. Да, и вот фирма «Мелодия» записала эту песню не под малюги, не под гитару. Там хор народных инструментов, труба настоящая, пушка стреляет. Там чё-то, бутылку открываю, чё-то тупыли. Вот и вот мы с заключённым микрофоном чё-то поём, а динаймом, усиленной электронной мощностью, гремит вот эта самая песня про Вайку, а на большом белом заднике сцены за нашими спинами, лявящего эффекта, в это время шли с выночным звуком в фильме из старого, в фильме Пётра Первой, где русские, грубный абордаш, шведский фрегат. Потому что там народ стоял на ушах, что там было, но у нас этого ещё нет, надо себе это не представить. Итак, пусть и не вы, начало восемнадцатого века, за кадром стук топора, народ строит флот. Мы народ артельный, дружим с топором, в рощи корабельной солнце подберём. Эх, православный глянька, збей этот народ, погляди, как валька, по морю плывёт. Православный глянька, збей этот народ, погляди, как валька, по морю плывёт. Погляди, как валька, по морю плывёт. Православный глянька, збей этот народ, погляди, как валька, по морю плывёт. Девку с голой грудью я изображу, а медную орудию толк зарежу. Эх, ты, квартира грянька, нам пучиной лод, расскажи, как валька, по морю плывёт. Ты, квартира грянька, нам пучиной лод, расскажи, как валька, по морю плывёт. Держилась над нами адская лоза, били нас кнутами, брали в железа. Эх, ты, боярин, глянька, над своих ворот, как валька, по морю плывёт. Ты, боярин, глянька, разивая рот, как валька, по морю плывёт. Море наша сила, а море наша жизнь. Весь, весь, Россия, Швеция, держись. Эх, инноземный глянька, збей этот народ, Мимо русский валька, по морю плывёт. Эх, инноземный глянька, збей этот народ, Да не морский валька, по морю плывёт. Перекат, я скажу, все вместе. Давайте скажем, что заключение. Так, давайте вот сейчас. Все старые, более известные песни, видите? Так. В секе русском языке, в секе русском языке, Милочи, которая, у меня их два сенсория. Есть русский язык, есть сенсория, Ростово-пословка, да? Эта, наверное, которая вызывает дикое противостояние. Я известен случай, когда в Сан-Франциско пришла толпа евреев, на мой там концерт письмену, да, за эти стихи, да. Ну, я прочитаю их, замечаю. Кстати, мне интересуется, что я не слышала ваше мнение, потому что интересно, что нацисты всех мастили, от русских, вы видите, русский порядок, по этой газетке, или они меня там навалюли за эти стихи, до, улучшают моих братьев по крови, которые тоже, значит, оказались, не очень многим отличаются, видимо, от этого, вот, вызывает резкое неприятие. Даже вот сейчас мы с вами, в Агнистане, когда мы были там в русском юридическом центре, на Лавино-Роще, когда там была презентация фильма «Поиск и фидиша», как встала старые евреи, но мы, наконец, отказались от своего ужасного стихотворения. Не отказался и не собирает. Вот, интересно ваше мнение. «Неторопливо, истина простая, в реке времен нащупывает брод, родство по крови образует стаю, родство по слову создает народ. Не от того ли смертных поражая, непостижимой мудростью своей, Бог Моисеев передал скрижали, людей отъединяя от зверей. А стаи не нужны законы Бога, она живет в совету вопреки, там ценится сознание у Бога, в лице пенюх, да острые клыки, своим происхождением не скрою горжусь и я, родители любя. Но если слово разойдется с кровью, я слово выбираю для себя. И не отыщешь выхода иного, какие возражения, не готовь родство по слову, порождает слово. Ростопа крови порождает кровь. АПЛОДИСМЕНТЫ Интересная записка. Александр Васильевич, зачем Вам членство в район? Район на российской гневе, естественно, к нам, где я там уже много лет был, академия, я говорю, да, потому что я приостерился в членство в район, по слову, кто был избран почетным членом Розан Катыров. А есть еще, так сказать, этот самый, как я его, замечательный, собченый, этот... Чижик. А, да, 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 да. Тоже я с такими великими членами не считаю, что должен быть в одной организации, для этого не приостановится и членство в этой козе. Сходите, пожалуйста, песню Рахиль и Поч... А, да. Да, это вот фильм «Поиск Кириша». Один из эпизодов фильма, кто не видел, советую посмотреть. День Победы, 9 мая, на печальной известной яме в Минске, бывшем гетто, где немцы убили 6 тысяч евреев, под Берийским взял трарный митинг, и там я пою такую песню. Подпирая щеку рукавы, от житейских устав не взгонит, я на снимок смотрю с косборой, а на скидке двадцатый год, над местечком клубится рыб, облетает вишневый цвет, мою маму зовут Рахиль, моей маме двенадцать лет, над местечком клубится рыб, облетает вишневый цвет, мою маму зовут Рахиль, моя маме двенадцать лет. Под зеленым ковром травы, моя мама теперь лежит, ей защиты не стал, увы, ненадежный Тавида щит, никого из моих родных, ненадежный Тавида щит. Солнце плавится за горой, 21-й тревожный век, Начиная с твоих, вот второй, Выгорает седой ковыль, Старый город Манкул, отец, Мою внучку зовут Рахид, Мою внучку двенадцать лет. Выгорает седой ковыль, Старый город Манкул, отец, Мою внучку зовут Рахид, Мою внучку двенадцать лет. Пусть поет ей весенний хор, Пусть гнует ее слеза, И глядет на меня в упор, Юные бабы мои глаза. Отпусти нам коской грехи, И детей упаси от бед, Мою внучку зовут Рахид, Мою внучку двенадцать лет. Отпусти нам коской грехи, И детей упаси от бед, Мою внучку зовут Рахид, Мою внучку двенадцать лет. Аплодисменты 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 В полудневном чаду у холма Магдеса, в полудневном чаду от холма Магдеса борца к реке, и на прязный конкор, где на солнце блестят мосты, я смотрю и пройду, ее руку сжимая в руке, через весь этот город, который уйдет впервые, но летит под мосты, где качает вечная вода, иллюстрации яркие в детстве прочитанных книжек, и на мюнды ты не забудешь уже никогда, этот солнечный день – это жаркое лето в Париже, я бродил по дне, я другие любил города, погружился на дно, поднимался к поверхности снова, но к дождям и бургерам и подумать не Бог никогда, как прекрасно, но ощущение счастья земного, кто сказал вам, друзья, что для жизни достаточно рим, что удачи, и не, это жаркое лето в Париже, я спускался с вершины, замерзанный грехующим вдум, гнал порогами плот, Тосковать нелепивой женой Я немало грешу Отсыпая пощады не жду Знаю я наперёд Что на завтра случится со мной Но когда за окном Не давая мне больше дышать Запылает закат Надо мной по-синему рыжим Перед вашим сном Я, наверное, вспомню опять Этот солнечный день Это жаркое лето в Париже Но когда за окном Не давая мне больше дышать Запылает закат Надо мной по-синему рыжим Перед вашим сном Я, наверное, вспомню опять Этот солнечный день Это жаркое лето в Париже Предательство 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 Души не заживающий ожог Предательство 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 Стат Отдак Андре Пражем Howard Внутри, две земель, трубы в северной ветре И ложами несутся по стелке На что тебе святая цель, когда пробитая желе От выстрела добиться на спине На что тебе святая цель, когда пробитая желе От выстрела добиться на спине Вина твоя, штана твоя В судьбу твою сломали протезей Жена твоя, жена твоя Жена твоя, не лучшие с друзьями От всего круг поднут глаза И смотрят ласково в глаза И громко воздают тебе хвалу А ты, добыча, для вороны Дом твой пуск не разорет И гребенек пырится на полу А ты, добыча, для вороны Дом твой пуск не разорет И гребенек пырится на полу Учитесь вы друзьям не доверять Учителя, учителя, учителя Учителя полослим терять И в горло нож подсадят груд И под тезе берет кровь И хочется довериться в рабу Земля в закате и в дыму я умираю, потому что жить без этой веры не могу Кредательство, предательство, души и незаживающих ожог Кредательство, предательство, предательство, предательство ПЕЧАНТО Так, ну и в конце, как же, так сказать, нельзя не спеть про жену французского. Вот здесь наша подачка. А у меня нет танец, не оценикары, Они болят родные телеса, А все мали, братцы, все мали, Я такие видел через нас. Ох, не славы, братцы, ох, не славы, Треск воды, горца, не весла, хоп! Крокодилы, пальмы, бабаны, И вишена французского посадка. Слушай, крокодилы, пальмы, бабаны, И вишена французского посадка. Вот французский я не понимаю, Я по-русски не делал, Но как высота, крутия ногая, Как нога, высотая нога, Я нужны теперь другие бабы, Всю мне душу Амфрика свела. Крокодилы, пальмы, бабаны, И вишена французского посадка. Крокодилы, пальмы, бабаны, И вишена французского посадка. Дорогие братья и сестрицы, Что готовы их сделать с собой? А всем лесом, а ты-то можешь слиться, Широко краном и светлой, И в жару и в столы жили мне насти. Все сжигает у меня доклад, В нем постели распахнутая настежь, И жена французского посадка. В нем постели распахнутая настежь, И жена французского посадка. Первая старая басовская песня, Это написанная в Северной Атлантике В 63-м году, в живущих 40-х, На борту того же Кронштадта. Чистая подалька. Все, что будет с собой, знаю я, На берег ищу я в себе провожатый, А на чистых прудах небель белый Плывет, открывая вагоном вожатый. А на чистых прудах небелый Плывет, открывая вагоном вожатый. На борных скалейках, Плывет, плашкия, На улыбанных скалейках разлуки. А ты забудь про меня, Ты забудь про меня, Не забабывай тонкие руки. А ты забудь про меня, Ты забудь про меня, Не забабывай тонкие руки. Я сберусь пузырем на осеннем дожде, Надо мной городское движение, А все круги по воде, Все круги по воде Расцаряют мое отражение. А все круги по воде, Все круги по воде Расцаряют мое отражение. Все, что стал я на этой земле, Знаменит тень, Губков, губков, зажатый. А на чистых прудах, Градка-карень, Зинит, открытая, Вогода вожатый. А на чистых прудах, Градка-карень, Зинит, Отвлекая, Вогода вожатый. Я каждый раз повторяю, Если кто-то слышал, Я уверяюсь, Это просто мне эта история подразна. Несколько лет назад Мы с Сашей Гостроминем Были в Иркутске. Обычно я много лет летал Над этим городом Владивосток, Где от нас сюда были, Я попал в Иркутский край, В филармонии у нас концерт, Зал Води Пугли, Большой зал, Тысяча мест. А директоры филармонии Очень озабочили, Мне говорят, Александр Васильевич, Странно, На высоте пришли. Я никогда в филармонии До этого вообще не видел. Я знал, что я прилетел в Иркутск, Все юрологи с окрестной Теги из Прюх, Партии из Байкала, Приехали меня поглядеть. Причем, Приехали прямо как вот были, Так вот в превосходе, Как в своей юности. Кто-то не в тихоте приехал. Вот, я выхожу в фойе, В перерыве, И за моей спиной Здоровый Бородач говорит другому, Интересный там человек приехал, А он все наши песни знает. Шестьдесятый год, Париканский край, Река Северная, Приток ничто в иске. Все перекаты, Да перекаты, Посадь бы их по адресу, На это место, Уж нету карты, Плыву вперед по адресу, На это место, Уж нету карты, Плыву вперед по адресу, А где так бабы, Живут на свете, Друзья ситеря, За водкою, Владитками, Владитет ветер, Моей дерево и лодкою, Владитками, Владитет ветер, Моей дерево и лодкою, Большевики я, На утро вылету, На утро вето кончится, И подавать я не должен виду, Что умирать не хочется, И подавать я не должен виду, Что умирать не хочется, И если есть там с тобой кто-то, Не стоит долго мучиться, Люблю тебя я до поворота, А дальше так получится, Люблю тебя я до поворота, А дальше так получится, Все перекаты, Все перекаты, Дорогие перекаты, Позорвай их по адресу, На это место, Может нету карты, Плыву вперед по адресу, На это место, Может нету карты, Плыву вперед по адресу, КОНЕЦ 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 ЧАТИ КОНЕЦ СААХ